Это третье видео из курса английской грамматики Grammar Show. К этому видео есть тест, а также одно бесплатное занятие в нашей школе английского языка English Show. Проходи по ссылкам в описании и регистрируйся на первый бесплатный вводный урок. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу серию уроков и сегодня мы с вами говорим о личном... Почему сегодня? Просто сейчас мы говорим с вами о личных местремениях и глаголе to be. Головная боль для некоторых, но для вас больше не будет. Для начала новые слова, новые предложения, будет много прилагательных и так далее. В общем, новые слова. Чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-дрил. Экспэнси-в. Дорогой. Олд. Старый. Нью-в. Новый. Слоу, как мы уже говорили, медленный. Слоу, это медленный, как ленивец из Верополиса. А фаст, это такой же быстрый, как молния Маккуин. Из мультика про тачки. Следующее слово. А вейтер. Официант. А вейтресс. Официантка. Итак, поговорим сначала о местоимениях. О личной группе местоимения. Мы называем их так. Итак, вот они. Встречайте. I. Я. You. Ты. Или вы. И вот здесь мы чуть остановимся, потому что с you есть некоторый парадокс. Местоимение you употребимо, когда вы обращаетесь и к одному человеку, и к нескольким сразу. Вы можете одному человеку сказать, you are my friend. Ты мой друг. You are my friend. You are my... Смотрите, нету разницы. То есть вы говорите другу you, и говорите учителю you. Следующее местоимение личное это we. Мы. Мы используем he. Говоря о мужчине или мальчике, например, ваш папа. Dad. Это he. Мы используем местоимение she, когда говорим о женщине, либо о девушке. Ваша мама. Mom. Это she. Мы используем местоимение it, говоря о вещах. И, внимание, о животных. Исключение составляет, скажу вам. Бывает, что кто-то может назвать свое животное he или she. Когда он точно знает его пол. И это обычно его собственное домашнее животное. Моя собачка, она такая вот. И он может сказать she. Но в подавляющем большинстве случаев, во всех остальных случаях, всех животных мы называем it. Приравниваем it. Предметы и животные it. Например, a mouse, мышка, это it. Или a table, предмет, это it. Мы используем местоимение they, говоря о группе людей, о нескольких животных или вещей. Итак, they более универсальный. Например, mom and dad, мама и папа, это вместе they. Two sofas, два дивана, это they. Two mice, две мышки, это they. Теперь больше поговорим о глаголе to be. Мы с вами сейчас поговорили о личных местоимениях, личной группе. Теперь что такое глагол to be. Глагол to be, это глагол связка. Опять же, в русском языке он нам не нужен, мы его опускаем. Но в английском нет, этого делать нельзя. Потому что в английском языке строгий порядок слов, предложений. Глагол be изменяется в зависимости от числа и лица. В отличие от того, кому мы говорим он, она, мы, они и множественное или единственное. И переводится этот глагол как быть, являться, находиться или лежать и стоять, если мы говорим о предметах. Такие дела, дорогие друзья. Вот несколько примеров, где мы используем глагол to be. То есть, говоря о своем имени, мы используем глагол to be. Мы используем глагол be с существительным. Teacher, это учитель, существительное. Я из России. Мы используем глагол be, говоря, откуда мы родом и с какой мы страны. I am Russian. Это национальность. Мы используем глагол be, говоря о национальности. I am cheerful. Я радостный. Мы используем глагол be с прилагательными. Cheerful, это прилагательное. I am thirty years old. Мы используем глагол to be с числительными. Thirty. I am in the garden now. Мы используем глагол be, когда говорим о местоположении. Я сейчас в саду. Итак, давайте теперь побольше поговорим о том, какой глагол be ставится с каким личным местоименем. Это тоже нужно очень... Это просто нужно запомнить, дорогие друзья. С I мы ставим am. I am Russian. С he, she, it. Со всеми ими ставится is. He is American. Он американец. She is British. Она британка. It is French. Это французское. Когда мы, например, говорим об Эфелевой башне. С you, we и they мы используем are. You are we. Are they are. You are Chinese. Ты китаец. Звучит как осуждение какое-то. Ничего подобного. We are Japanese. Мы японцы. They are Indian. Они индийцы. Чтобы задать вопрос с глаголом be, нужно поставить глагол be перед подлежащим. Перед. Мама, папа, я, ты, он, она, дети и так далее. Вот как это будет выглядеть. Am I happy? Я счастлив? Yes, I am. I am happy. Да, я счастлив. Is the book interesting? Книга интересная? Yes, it is. The book is interesting. Да, книга интересная. Опять же, глагол be на русский. При переводе его нет. Is he a teacher? Он учитель? Yes, he is. He is a teacher. He is a good teacher. Да, он учитель. И он хороший учитель. Are they 20 years old? Им 20 лет? Или просто можно спросить, им 20? Yes, they are. They are 20. Да, им 20. Это то, как строится вопрос. Чтобы сделать отрицание, мы добавляем частичку not. После глагола be. I am not happy. Я несчастлив. Why? Почему? I am at work now. Потому что я на работе. Мне скучно. Смотрите, я сижу около целой кипы бумаг. The book is not interesting. Why? The book is odd. Книга неинтересная. Почему? Потому что она старая. He is not a teacher. He is not a teacher. Он не учитель. Why? И весомая причина для этого есть. He is only 10 years old. Ему всего лишь 10 лет. Слово only переводится только. Ему только или всего лишь 10 лет. We are not in the cinema. Мы не в кино, не в кинотеатре. Why? Почему? We are at home now. They are not British. Они не британцы. Why? They are from Japan. Они из Японии. Итак, в разговорной речи отрицательная частичка not часто сливается с глаголом be и образует такие сокращения. Например, is not. Это просто isn't. Как поет группа Imagine Dragons. It's time to begin, isn't it? Пришло время начать. Не так ли? Are not. Сокращается просто до aren't. В следующей песне вы слышите Kids aren't safe in the metro. Kids aren't safe in the metro. Что метро небезопасно для детей. Дети там не в безопасности. Kids aren't safe in the metro. Слышите, как она сливается? А также глагол be может сокращаться, сливаясь с личным местоимением. Носители языка всегда все сокращают. Вот это просто как принцип запоминаете. Если можно что-то сократить, они это сократят. I am. Am. We are. We are. He is. His. А теперь, досмотрев этот урок, проверь себя. Под этим видео замечательный тест, который закрепит твои знания. Что, зачем он еще нужен? Увидимся. В следующем уроке мы будем говорить о способах выражения принадлежности. И это, конечно же, очень интересно и полезно. Жду вас, дорогие друзья. Я вас жду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.